Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Почти 6 тысяч человек этим летом отдохнули в детских стационарных загородных лагерях. В администрации Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели итоги летней оздоровительной кампании. Обучение служением. В учебной программе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна появилось новое направление. Расширить границы абстракционизма и разрушить барьеры стереотипов. В областной библиотеке открылась выставка молодых самарских художников под названием «Многоточие». Крылья Советов провели боевую встречу в Москве против ЦСКА. Тольяттинский Акрон снова смог победить в первой футбольной лиге. Обо всем подробнее смотрите в нашей рубрике «Новости спорта». Правительство России приняло решение выделить дополнительные средства для строительства модулей размещения туристов по нацпроекту «Туризм. Индустрия гостеприимства». Самарская область получит более 300 миллионов рублей на реализацию проектов до конца 2024 года. Губерния вошла в десятку регионов-лидеров по объему выделенных средств. Увеличение номерного фонда в Самарской области является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли туризма. В 2023 году в рамках профильной программы Министерство региона поддержало 19 проектов по созданию средств размещения. Реализует задуманное до конца текущего года. А благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета до конца 2024 в области возведут 158 новых модулей, рассказал министр туризма региона Артур Абдрашитов. По количеству глэмпингов и кемпингов Самарская область является одним из лидеров по стране. Региональное правительство во главе с губернатором Дмитрием Мазаровым уделяет значительное внимание развитию отрасли, которая прежде считалась недооцененной. Напомню, что пять лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге. А последние два года регион уверенно входит в десятку лучших. Почти 6000 человек этим летом отдохнули в детских загородных лагерях. В администрации Самары на освещании под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели итоги летней оздоровительной кампании и наметили планы по реализации детского отдыха на будущий год. О самых масштабных мероприятиях репортаж Ольги Павловой. Этим летом оздоровлению детей и подростков, как и прежде, было уделено повышенное внимание. За жаркий сезон в детских стационарных загородных лагерях успели отдохнуть 5930 человек. Особой популярностью у детей и родителей пользовались лагеря дневного пребывания. В школах и учреждениях дополнительного образования работали 189 лагерей, в которых отдыхали 15248 человек. Это больше, чем в прошлом году и по числу обучающихся, и по количеству лагерей. Причем 8118 детей отдыхали с полным режимом дня и трехразовым питанием, и 7130 с сокращенным режимом и двухразовым питанием. В том числе среди них были дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 108 человек, дети-инвалиды, 45 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья, 128 человек, и дети-участников специальной военной операции, 217 человек. С этого месяца началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года. В настоящее время в Волжском Артеке идут работы по капитальному ремонту кровли столовой. В октябре здесь планируют установить модульный блок контрольно-пропускного пункта на территории лагеря. Работы по реконструкции здания идут и в Волжанке. Здесь обустраивают актовый зал на 112 мест и ремонтируют классы. Они необходимы для организации учебного процесса во время летней оздоровительной кампании. Стоит отметить, что в этом году в детских лагерях была реализована новая воспитательная программа по направлениям патриотическое, эстетическое, экологическое, трудовое и физическое воспитание, а также воспитание культуры здорового образа жизни. Традиционные ежедневные утренние линейки в лагерях начинали с поднятия государственного флага под гимн России. В рамках городского плана проведения месячниково-антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Активная работа в рамках летней оздоровительной кампании велась и со стороны Департамента физической культуры и спорта. Были организованы спортивные смены на базе муниципального автономного учреждения «Олимп». Создана инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в местах общего пользования. Для организации содержательного досуга и отдыха детей, а также подростков МАО-ВАЛИН было проведено более 60 мероприятий различной направленности. Среди них выполнение нормативов ГТО, спортивные конкурсы, мастер-классы, различные виды спорта, кинопоказы и другие мероприятия. Учреждениями сферы культуры и дополнительного образования с 1 июня по 31 августа было проведено более 2000 мероприятий. Для детей была организована постановка спектаклей как на собственных площадках, так и на выездных. Активно работали и муниципальные музеи. Детям представили выставки, пленеры, мастер-классы по живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. И наиболее востребованное направление деятельности – это работа по трудоустройству подростков. В этом году с 1 июня по 1 сентября было трудоустроено 3288 подростков. Из них 1850 человек – это ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году 137 предприятий города предложили временные рабочие места подросткам. Наиболее высокий запрос на трудоустройство поступил от ребят из неполных, многодетных и малоимущих семей. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре началось подключение социальных объектов к теплу. Традиционно, в первую очередь, батареи нагреваются в детских садах, больницах, домах ребенка и других зданиях с круглосуточным пребыванием людей. Затем тепло дают в школы и остальные социальные учреждения. Несмотря на плюсовые температуры, здания все же постепенно остывают, а комфорт горожан в приоритете. Поэтому подключение объектов к теплоисточникам является одной из первоочередных задач мэрии и ресурсоснабжающих организаций. В этом году, как и в предыдущие годы, приняли решение начать отапливать учреждения социальной сферы, даже в том случае, если на улице комфортная и теплая погода. Это позволяет плавно войти в отопительный сезон и минимизировать жалобы от населения. Напомню, что в связи с технологическими особенностями пуска тепла этот процесс не одномоментный, а поэтапный, занимает порядка двух недель. В частности, с 25 сентября батареи начнут нагревать и в многоквартирном жилищном фонде. А теперь коротко о других темах. В понедельник, 18 сентября, в Самарской области произошел пожар. Сообщение на пульт управления кризисными ситуациями МЧС поступило в 2 часа 32 минуты. Огонь вспыхнул в доме номер 1 по улице Свердлова в Новокуйбышевске. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире горят домашние вещи. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг сложности 1 БИС. Огонь потушили в 3 часа ночи. Работали 24 человека. Пострадал 44-летний мужчина. И еще один пожар в массиве Орлов-Овраг произошел в Волжском районе Самары в воскресенье. Тревожный звонок на пульт управления кризисными ситуациями МЧС поступил в 16.24. Прибывшие на место пожарные установили, что горит неэксплуатируемое строение на площади 50 квадратных метров. Огонь был потушен в 17.03. Работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о состоянии трех пострадавших в массовой аварии около торгового центра «Паркхаус» на Московском шоссе в Самаре. Там вечером в субботу 16 сентября столкнулись 7 машин. Среди пострадавших есть ребенок. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Напомним, авария произошла в районе 20 часов 40 минут. Водитель «Лэнд Крузер», который ехал со стороны нового вокзальной в сторону улицы 22-го портсъезда, не выбрал безопасную дистанцию до идущей впереди машины и врезался в нее. Это столкновение и спровоцировало массовую аварию. Зумба, флайн-диск, регби, футбол. В Самаре подвели итоги акции «Самара в движении». Физкультурно-спортивная акция стартовала 23 июня и финишировала 31 августа. В пятый раз на площадках города профессиональные тренеры из более чем 20 самарских фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий проводили бесплатные занятия. Каждый желающий мог присоединиться к тренировкам, которые шли на четырех площадках города – на пляже Первомайского спуска набережной, в парке имени Юрия Гагарина, в парке «Пятидесятилетия Октября» и на площади Куйбышева. Вовлечение горожан в систематическое занятие физической культурой и спортом – одна из главных задач национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Совместили приятное с полезным. В Самаре прошел дворовый праздник, на котором дети приняли участие в конкурсах, а также узнали правила экономного использования коммунальных ресурсов. Игровую акцию провели сотрудники компании «Энергосбыт плюс». Как такие праздники помогают выстроить контакт с клиентами – расскажем в нашем сюжете. Громкая музыка и задорные ведущие привлекли внимание жителей дома номер 25 по улице Новосадовая. Во дворе – детский праздник. Ребята не только участвуют в конкурсах, но и узнают правила безопасности вблизи энергообъектов и учатся грамотно использовать коммунальные ресурсы. Родители этому только рады. Я рада, что такие праздники проводятся во дворах. И то, что они не только развлекательные, но и познавательные, как я успел увидеть. Дети с удовольствием участвуют. В рамках проекта «Т плюс» родному городу родители и дети получают полезную информацию. Энергетики консультируют по начислению за тепло, рассказывают о возможности получать и оплачивать квитанции онлайн. Это помогает защитить личные данные и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Сейчас в Самаре каждый десятый клиент компании пользуется электронными квитанциями. Число тех, кто отказался от бумажных платежек, становится больше, в том числе и после таких акций. Есть отличный такой канал рекламный, как «Сарафанное радио», в котором они побывали здесь, рассказали своим бабушкам, дедушкам, родным, родственникам, знакомым. И от этого получаем очень большой эффект, поэтому часто проводим такие мероприятия. Они помогают и нам, и жителям быть ближе друг к другу. Такие же полезные дворовые праздники пройдут и в других городах региона. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна реализация федеральных волонтерских проектов теперь станет частью учебного процесса. Самарская область вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект профессионального волонтерства. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. Учебную программу Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна ждут перемены. Учреждение вошло в число пилотных учебных заведений, где реализуется федеральный проект обучения и служения. Модуль программы разработан Министерством науки и высшего образования России совместно с Ассоциацией волонтерских центров по поручению президента России. Самарский колледж сервисных технологий и дизайна стал единственным в России учебным заведением среднего звена, где реализуется этот проект. Обучение и служение – это образовательная программа, которая будет встроена в курс обучения студентов. И через проектную деятельность студенты будут получать заказ на платформе федеральной Добро.ру и выполнять конкретный заказ тех социальных заказчиков. Это НКО, это бизнес, это органы государственной власти, учреждения, которые нуждаются в социальных проектах. На торжественную церемонию старта программы обучения и служения пригласили почетных гостей. Это представители городских и областных органов власти и общественники. Эти ребята уже много лет занимаются волонтерством, именно здесь, в центре волонтерства. И замечательно, что те проекты, которые есть на платформе Добро, они будут реализовываться у нас на территории Самарского региона. Я уверен в том, что волонтерская, традиционная, гостеприимная самарская земля сможет уже в режиме такого образовательного процесса научить, объяснить и, самое главное, вовлечь в активный волонтерский процесс тысячи, десятки тысяч наших студентов. Первым заказом в рамках обучения служением стала подготовка экскурсоводов для фотовыставки «Жены героев». Экспозиция в эти дни представлена в колледже. За три дня ее посетили почти полторы тысячи человек. Экскурсию проводят студенты, обучающиеся по направлению туризм. Это очень душевное, на самом деле, мероприятие. Тут у всех очень разные истории. Есть матери, которые потеряли своих сыновей, есть те, кто вдовы, кто потерял своих мужей. Есть те, кто все еще ждет, и это набивает надежды. То есть сама выставка очень трогательная, животрепещущая, и каждый найдет свою историю в историях этих женщин. Поэтому, я думаю, для всех нас это близко. Студенты колледжа – постоянные участники добровольческих акций и движений. Красной нитью для них проходит тема СВО. Их вклад очень ценят те, кто регулярно отвозит помощь за ленточку. С первых дней специальной военной операции колледж нам помогает. Они квасят капусту, они собирают гуманитарную помощь, они помогают загружать КАМАЗа, они стригут военнослужащих в госпиталях. Новый модуль в учебной программе колледжа стартует уже в ближайшее время. Его будут преподавать на всех курсах. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В областной библиотеке открылась выставка молодых самарских художников. Название «Многоточие», по мнению авторов, отражает отношение к искусству и стилю живописи, в котором они работают. Главная мысль экспозиции – расширить границы абстракционизма и разрушить барьеры стереотипов. Дарья Толмасова абстрактные картины пишет вместе с трехлетней дочкой в соавторстве. У художника иногда случаются творческие кризисы. В это время детская непосредственность и тяга к искусству помогает пройти сложный период и написать оригинальную картину. Дочь не только мотивирует маму мастера, но и сама от нее не отстает. На выставке «Многоточие» в областной библиотеке выставлена ее первая картина. Когда бывает какой-то ступор, тупик, я иногда даю ей кисточку, она подходит и делает какие-то свежие такие элементы, которые потом я от них начинаю толкаться. И это помогает действительно. Неожиданный опыт, большой эксперимент, модернизация смыслов, поиск новых тем в творчестве. Работать в одиночку для молодых саммарских абстракционистов оказалось сложно. Поэтому родилась идея объединить усилия и писать картины не просто по настроению, а специально для выставки. Мы собрались с троем и поняли, что нам на самом деле есть о чем поговорить. И наше творчество, оно объединено общей какой-то темой и линией. И нам захотелось это превратить уже в выставку. У меня всегда надежда, как говорится, красоту глаза смотрящего. А каждый берет сколько он может взять. Это совершенно прекрасно и нормально. Главное смотреть, видеть, интересоваться и желать что-то заметить. Все три художника хоть и пишут абстракцию, но по-разному. В то же время их объединяет одно – любовь к свободе от тривиальности. Постоянное движение в творчестве. Нас очень вдохновляет природа, наша Самара. И вот какие-то кусочки, наверное, вспышки каких-то моментов вот этих вот линиях мы попытались передать вот в этих работах. Тройственный союз молодых художников-абстракционистов – это новое направление среди самарских мастеров красок и холста. Они отталкивались от опыта сотрудничества российских художников-передвижников конца 19-го – начала 20-го веков. Да, действительно, раньше, когда происходили объединения художников, в эти моменты искусство, как обычно, делало большой рывок вперед. Поэтому мы подумали, что, может быть, мы тоже куда-нибудь проживаемся вперед, и это будет интересно. Мне нравится, как мы взаимодействуем. Вроде реально три таких небольших женщины, так потихонечку, но такая сила сумасшедшая. Столько мы всего создали за этот небольшой промежуток времени. Абстракционизм Кандинского, Мандриана, Поллока сегодня стал уже таким же привычным явлением в живописи, как барокко, классицизм и реализм. Эксперты уверены, самарские художники Первого, Толмасова, Кандалова уверены, заявили о себе в этом направлении искусства и готовы удивлять в дальнейшем. Помимо любви к рисованию, их объединяет желание взаимодействовать и беседовать друг с другом, поскольку это выставка пространства беседы. Здесь есть даже куб для беседок. И выставка, названная «Многоточие» не случайно, поскольку в ходе хорошей, качественной, интересной беседы всегда остается и некая недосказанность, и желание продолжить дальше. Выставка «Многоточие» будет работать до середины октября в галерее «Новое пространство». Вход свободный. Сергей Кизоркин, Петр Пламеев. События. В Самаре на стадионе «Металлург» состоялся футбольный турнир, посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. На поле вышли ветераны и действующие сотрудники силовых ведомств. Со стадиона репортаж Светланы Тимофеевой. Этот турнир состоялся бы в любую погоду, но тихий солнечный день только добавил тепла в футбольный праздник. На стадионе «Металлург» состязались команды ветеранов и действующих сотрудников силовых структур Самарской области. Во-первых, это соревновательность, соответственно, лидерство, плечо каждый чувствует друг друга. А самое главное, впереди цель, правильная, победа. Ну, не обязательно первый, второй, третий, все победители. Сегодня приигравших точно нет, но важно еще другое, что они между собой еще и общаются сегодня, знакомятся. А это потом помогает и в работе, и в жизни. Футбольный турнир «Всегда в памяти, всегда в строю» посвящен сотрудникам силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Впервые он состоялся в 2022 году. Тогда турнир собрал 12 команд со всей области. Но на этот раз на поле вышли уже 16. Это команды налоговой службы, ФСБ, МВД, прокуратуры, военного вертолетного училища и другие. Действительно, футбол он объединяет. Сегодня было очень много эмоций, потому что у нас, конечно, для всех нас непростые времена сейчас, сложные. И, конечно, приходя на матчи, общаясь друг с другом уже в такой более неформальной обстановке, то есть люди сплачиваются и, собственно говоря, выплескивают эмоции, получают определенные позитивные эмоции. По накалу страстей турнир не уступал встречу команд высшей футбольной лиги. Свою команду выдвинули и ветераны самарских крыльев советов. Профессионалы высоко оценили подготовку соперников. «Я думаю, что они многим профессионалам дадут в самодаче, в желании выиграть, в борьбе, именно в хорошем смысле слова. Поэтому очень приятно, что такой турнир проводится». По итогам встречи первое место заняла команда спонсора турнира. На втором – областная прокуратура. Третье место отвоевала команда ветеранов крыльев советов. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Крылья советов провели боевую встречу в Москве против ЦСКА. Тольяттинский «Акрон» снова смог победить в первой футбольной лиге. А хоккейные команды Самарской области также продолжают борьбу в своих чемпионатах. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Самарские крылья советов провели матч восьмого тура чемпионата России по футболу в Москве против ЦСКА. С первых минут самарцы активно атаковали и уже к 22-й минуте вели 2-0. Отличились Рассказов и Салтыков. После этого хозяева смогли выровнять игру и забили с пенальти. Во втором тайме армейцы остались в меньшинстве, но смогли сравнять счет. В самой концовке обе команды имели возможность забить, но матч закончился в ничью. 2-2 крылья советов на третьем месте в турнирной таблице. Футболисты Тольяттинского «Акрона» прервали неудачную серию игр в первой лиге. Накануне «Волжане» на выезде обыграли краснодарскую «Кубань». Единственный гол в матче забил «Панце» на 44-й минуте. После этого за вторую желтую карточку удалили «Галкина» и тольяттинцы играли всю вторую половину в меньшинстве, но смогли удержать победный счет. 1-0. После победы «Акрон» вернулся в группу лидеров в турнирной таблице. Хоккеисты «Лады» сыграли второй выездной матч подряд в КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Как и первую встречу, хозяева начали игру с быстрого гола. Но дальше игра пошла по другому сценарию. Тольяттинцы в каждом из периодов по разу огорчили «Галкипера» уральцев и добились уверенной победы. 3-1 в пользу «Лады». Впереди у «Волжан» еще один матч на Урале, в Челябинске против «Трактора». Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили первую домашнюю серию игр «ВХЛ» матчем с невероятной интригой. Летчики принимали «Буран» из Воронежа. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На 27-й минуте гости вышли вперед и удерживали преимущество почти до финальной сирены. Но за 15 секунд до конца самарцы сравняли счет и перевели встречу в овертайм. Матч дошел до серии буллитов, в которой командам пришлось исполнить по 17 ударов, чтобы выявить победителя. Успешнее были гости. 2-3 поражение ЦСКА ВВС. Баскетболисты Самары уступили в финале предсезонного турнира «Кубок Кубани». В решающем матче самарцы проиграли хозяевам клубу «Локомотив Кубань» 68-94. Самыми результативными в составе «Волжан» стали Джеймс Томпсон и Хейден Далтон, набравшие по 12 очков. Теперь самарцы подготовку к сезону продолжат на домашнем турнире «Кубке Приматова». Паблик телеканала «Самара Гиз ВКонтакте» по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди сообществ российских телекомпаний. В августе мы вошли в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков по версии «Нью Медиа» с показателем 5,09%, заняв второе место. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет Самара. Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Также в группе регулярно разыгрываются различные призы – билеты в театры и кино, сертификаты в спортивные клубы, цветы и многое другое. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской напоминает о том, что осталась неделя до окончания народного голосования в конкурсе «Культурная столица года-2024». Поддержать Самару в финале можно до 25 сентября. В конкурентах – Нижний Новгород, Грозный, Новосибирск, Калининград, Чебоксары, Томск, Чита. Основное позиционирование Самары для участия в конкурсе – «Самара просто космос». На эту минуту она занимает первое место в народном голосовании, на 9 тысяч голосов опережая Нижний Новгород. Жюри назовет победителя конкурса 28 сентября, оценив заявки финалистов по 12 направлениям – от городской среды и туризма до образования и духовных ценностей. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает о том, что каждый пятый школьник в возрасте 10-14 лет имеет аккаунт на госуслугах – это данные Минцифры. Всего на портале уже создано свыше 500 тысяч детских учетных записей. Завести своим детям профиль на госуслугах может любой из родителей. Для этого необходимо ввести данные и свидетельства о рождении с НИЛС. После регистрации ребенок может пользоваться различными сервисами, например, электронным дневником или школьным портфолио, в котором можно узнать свой средний балл, оценки за контрольные работы и уровень посещаемости. Администрация Куйбышевского района сообщает о достижении их в соцсетях. Сегодня в группе ВКонтакте Куйбышевского района уже более 4 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь и узнавайте самые актуальные новости района первыми. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok